Искра из домоходов печи превратила дом Гульна с Кондратьевой факел в ночь на понедельник. Совсем недавно она выкладывала фото красивого платья, связанного для дочки. Сегодня уже нет в живых никого из этой семьи. Один час от жизни до смерти. Соседи говорят, глава семьи сумел проснуться и почти добрался до входной двери. Но не хватило каких-то метров. Горела крыша, открытым памятником уже горела. Естественно, выскочил сюда. Тут уже выносили первого Алексея. Остальных нашли пожарные. Мама Гульнас Фердауз Галиулина жила в этом доме 40 лет. Вместе с ней семья младшей дочери. Растили троих детей. Мальчишкам было 9 и 11 лет. 9 месяцев назад на свет появилась дочка. Не превращать скорость только до 40. То есть ограничение скорости на сколько? На 40. Оскар и Марат росли умными ребятами. Они интересовались автомобилями и катались на велосипедах. Дружили со всеми сверстниками. Во вторник весь поселок провожал Кондратьевых в последний путь. Сотни людей вокруг. Шесть гробов. И родители знаем, и детей знаем. Ихни дети нашими внуками вместе играли. Вот в этот же день прямо играли. Слышала, что она, оказывается, в детском саду работала. Воспитатель, методистом. Тоже с детьми работала, с своих трех детей. Ну, очень жалко, очень жалко, очень жалко. Что еще можно сказать? Все в шоке. Татарстанский следком возбудил уголовное дело. Проводится экспертиза, которая установит причину возгорания. Проведены допросы свидетелей, а также соседей потерпевших. При этом следует сделать однозначный вывод, что семья характеризовалась только с положительной стороны. Пока следствие ждет результатов экспертиз, соседи чаще всего говорят о проводке. В прихожей говорят. От прихожек пошло. Газ, если бы, наверное, не лопнуло бы тут все. Да? Тут провода, тут и все. Тут дома близко. Все-таки, наверное, проводка. В МЧС версия с неисправной проводкой одна из нескольких. Основная все-таки проблема с дымоходом. Не была обустроена вот эта вот труба, значит, которой дымоход. Не было у него колпака защитного и искрогасителя. Вот в этой связи тоже мы рассматриваем одну из версий по этому пожару, что искра вылетела и, значит, достигла деревянных конструкций, из-за чего и произошло возгорание. То есть отрабатываем мы эту версию. Мы рассматриваем все причины, эксперты отрабатывают, в том числе электротехническую причину. Тоже изъяли электропроводку, проводится экспертиза. Тем временем во вторник по улице Герцена сгорел еще один дом. Погибли 4 человека. Как нам сообщили в Следственном комитете, по данному факту также возбуждено уголовное дело. В МЧС бьют тревогу. Только в Казани в огне погибли 22 человека. Рост почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным МЧС, чаще всего пожары случаются из-за неисправности отопительных печей и дымоходов. Это порядка 40% всех возгораний. На втором месте проблемы с электрикой – 30%. А 20% – это неосторожное обращение с огнем. А что же не так с печами и дымоходами? Зачастую не сертифицированное, не заводского, так скажем, кустарного производства. И в этой связи, конечно, тут речь идет о том, что не каждый может себе позволить печь заводского изготовителя. Поэтому они оборудуются и эксплуатируются с нарушениями. Мы поэтому бьем тревогу. Показатели растут. То есть у нас прирост в количестве пожаров составляет порядка 17%. И гибель – самый главный и ужасный показатель. То есть рост у нас 30%. Вот эти сухие цифры говорят о том, что нужно еще раз граждан обратить внимание на состояние своих домашних электропроводок, печей. Главный убийца – продукты горения, которые травят и не дают людям покинуть место ЧП. Об этом большинство граждан даже не догадываются. Традиционно проектирование зданий, жилых зданий происходит с учетом того, что приточная вентиляция не организовывается, а организовывает только вытяжку. Народ стал покупать герметичные окна. Если кислорода не хватает, то значит горение доходит не до СО2, не углекислого газа, а до СО. А это бугарный газ. Итак, для собственной безопасности необходимо в первую очередь решить проблемы с вентиляцией и электропроводкой. А если все-таки горит, здесь главное срочно покинуть помещение и вызвать пожарных. Однако нужно еще проснуться. Тут последним средством спасения будут простые датчики дыма с громким оповещением. Именно такие датчики сотрудники МЧС установили в доме многодетной семьи по той же улице Пестеля. Они разбудят хозяев в случае пожара. А значит, люди смогут покинуть горящий дом и не отравиться. Конечно, один дом – капля в море. Но уже радует, что на этих велосипедах еще будут кататься. В подъездах и в общественных учреждениях сигнализация обязательно. А вот в частных домах требований нет жестких. Поэтому люди на этом стараются экономить. Возникает вопрос, «Почему нет обязательного требования?» Ведь речь идет о человеческих жизнях. Что касается частного сектора, про который мы с вами разговариваем и где чаще всего люди гибнут, данная мера, она не предусмотрена, так как, как правило, это индивидуальная идет застройка. И каждый человек решает сам для себя, необходимы ли им в своей квартире, на потолке, автономные дымовые пожарные извещатели. Суммируем кратко, что нужно предпринять каждому, чтобы максимально исключить самое худшее развитие событий, проверить и в случае необходимости заменить электрическую проводку, обеспечив качественный монтаж и правильный расчет автоматов. Навести порядок в пристроях вокруг частного дома и проверить печи с дымоходами. Организовать приточную вентиляцию в домах, а не только вытяжку. А как минимум, и это самое главное, установить пожарную сигнализацию или хотя бы датчики дыма, невзирая на эстетику, чтобы иметь шансы спасти хотя бы жизни, если не квадратные метры. Артур Халилулов, Андрей Мохов, 7 дней.